Перед финалом педагоги преодолели несколько этапов конкурса. В ходе состязания учителя презентовали свои методические портфолио, размещали их на интернет-ресурсах, провели педсоветы, семинары и даже уроки в незнакомых им классах. В рамках финального испытания учителя представили проект мастер-класса, где на практике показали, чем интересен, уникален, полезен их педагогический опыт. Ольга Лесина, преподаватель иностранных языков, подготовила программу обучения детей, будущих волонтеров на тему того, как представить наш город гостям. Что же касается конкурса, говорит педагог, причин принять участие в нем было несколько. Это рождено комплексом моих личных амбиций, то есть я хочу состояться, наконец-таки закрепиться, и мои коллеги меня в этом поддерживают. Я готова работать и надеюсь, что у меня это получится. То есть самое основное – это пройти через испытания, проявить себя. Каждый из этапов конкурса, по сути, дал возможность участникам не только показать свои сильные стороны как педагогам-практикам, но и раскрыться как личностям, продемонстрировать, насколько глубоко они понимают тенденции и проблемы современного образования и умеют находить решения. У нас каждый год обязательно есть яркие представители наших учителей, предметников и кубановедения, и основы православной культуры. Есть обязательно наши представители, которые занимают призовые места в крае. Ну и, конечно, это хорошая система для всех остальных наших педагогов, которые не вышли в этом году на призовые места, но, тем не менее, они получили этот социальный опыт. У них есть стремление к совершенству. После подведения итогов по всем конкурсным испытаниям лучшим в номинации «Молодой учитель года» стал преподаватель истории и общества знания 95-го лицея Роман Алентев. А представлять Сочи на краевом этапе конкурса будет победитель в основной категории «Учитель года» историк 25-й школы Лариса Павлова.